я рад приветствовать исследователь на канале замок у меня зовут станислав осенью с вами продолжаем смотреть игру по названием планета центавра посмотрите какую куру я нашел она возле моего дома обитает а нас быть я ядовитая курица это эволюция она сделала из обычных курей ядовитых так что побойтесь побойтесь если вы в деревне видите куру подумайте а не ядовитая или она или не обладает ли каким-нибудь элементевым уроном знаете вы подошли она вам вот это как вот это вот как полых нет огнем так что надо быть аккуратнее с курями на о видюшка хорошо мы на короче я решил пойти направо налево точнее всего пучки лево-право неважно я как бы иду на налево посмотрим сейчас в зиму сходим потому что там где пустыня какие-то там конченые совсем скетти скорпионы они у меня на дома жили дай бог как быстро не думаю что нам пока туда надо вполне возможно что и с морозом будет то же самое мы придем знаете а там такой мороз такой мороз что просто замерзает нос и мы таки соберемся и пойдем обратно ну вот а я не взял ботинки или там я не взял себе свитер расстроимся и пойдем домой а может быть и нет может быть им писи проживают или еще что-нибудь тут вроде насколько я знаем писишки то есть можно конечно подействовать по квест у нас нас все равно итоге куда-то до приведут убили три всего нам дали за убийство этой сволочи еще три курей гонима из дому в зиму смотрите то что такое медная руда ты сразу и не понять да да и и так хорошо убить можем это уже хорошо хороший знак снег снег и медная руда коры с армией курей просто бегу куда-нибудь вперед мои куры властью серого черепа летающая нечто она давай еще одну атаку почему вот иногда видно хп иногда нет не понимаю я этого но ладно давайте сделаем супер крутой удар смерти птицы без обезумели они пошли жить и теперь они будут проживать черт я с такого маленького расстояния упал и разбился капец получается я вообще падать не могу в этой игре нормально а вот этого я не ожидал это был нежданчик смотрите куры опять они здесь у сатанинские куры они там решили обосновать свою новую секту в тех подвалах не к цукуры здесь самые страшные противники просто поначалу это мы думаем что нет они лишь постоянно следят за нами рядом с нашим домом очень коварные птицы вроде что-то смотреть у меня растет новых плантациях прорастает давайте пшеницу посадим наверно раз кормушку вас попросили сделать давайте уж не туда культурными людьми и сделать квесты которые здесь нам игра предоставляет может она нам расскажет что-то знаете более такое глубокое что мы про эту игру пока еще и не знаем может подарить динозавра на котором я буду ездить и распугивать местных жителей так цветочек я выкину куча пищи вообще просто тьма пищи так зайдем возьмем пшеницу и пойдемте сеять ну естественно сеять мы будем уже слева пшеницу погоду ускорить рост пшеницы я никак не могу среди камни просто камни киркой свои даже дикер кота тяпка моя тяпкой как камни просто крошу вот настолько она брутальная моя тяпочка еще семена так давайте тут заделаем грязь у меня есть и тяпочкой пройдемся непонятно пока возделываю ли я почву или нет но вроде когда должно быть тогда ребят возделывание completed ое засеиваем раскидываем все все и друг мы но видно прям сразу знаете такие зелененькие штучки появляются когда ты кидаешь тогда вот не было видно сейчас видно сейчас эти мыть я могу с этой позиции кидануть и сразу много засеять шиница расти ну ладно накидали вроде что-то там должно вырасти уберем эту пшеничку оставшуюся и пойдем опять куда-нибудь она у меня а вот она и пойдемте наверно нарубим дерево чтобы у нас были палочки после этого пойдем наверно опять в подземелье что ли посмотрим что там но там зима вот слева да мы поняли там зима что в ней а зачем это раскладывалась что в ней делать я пока не знаю там да то есть что там вообще будет пока пока игра выглядит достаточно безлюдно то есть мало существ даже монстрюков пока мало но не знаю надеюсь что поправят они ну то есть добавится временем будет поактивней но выглядит она визуально очень круто я не знаю мне на прям безумно нравится как она выглядит такая вроде как вы знаете пиксельная но при этом детализированная графика прикольно оба собирали кита кувшины луками расколоть так а если вот так я сделаю и вот так вот так вот оба камень соберем сейчас деревца себе побольше но вырубим тут весь плантацию эту деревянную там если у меня будут какие-нибудь желуди мы посадим дерево мне вроде там сундуки то валяются же желуди можно засадить здесь деревьями прям такую плантацию мощную сделать деревян чтобы в будущем у нас было сюда дерево под рукой среди уже красная курица появилась это главарь и наверно главарь их банды куриный они за май а стать это было коварный план точно они меня заманили знаете как раньше древние люди охотились на мамонтов да они не могли просто звери этого забить тогда одними силами ну так как 8 опасно такой монстра ты тут палкой этой ковырялкой пытаешься его заковырять это же бесполезно практически вы не бы толпой не гнали куда-то их например из обрыва под страхом например до смерти он прыгал с обрыва и разбивался а там они потом приходили мясо собирали вот так же куры они просто заманили меня коварно туда вот в эти пещеры я прыгнул разбился и они таки будем есть мясо в одевушечки там сразу лепить и делать мясо вот такие вот коварные люди эти куры или вот такие коварные куры эти люди так ну что видите даже не сколько всяких там штучек они там защита от от обратных ударов но это точно я вам говорю это королевские куры это не просто так надо срочно с ними дружить а иначе нам смерть так давайте поставим кормуху где-нибудь тут они такие будут подходить здесь и кушать потом но потом а пока 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 нет пшеницы и че тут и кушать-то и нечего пока она делаем палочек там кстати да я не посмотрел мне желуди до 11 желудей давайте засеем засеем все это дело а я прям так кидаю да но у меня система раскидывания везде работает только интересно засеет ли она ну как бы тоже вроде дерева до здесь засеет он так просто землю тоже надо возделывать но давайте на нас все-таки возделаем и потом посмотрим так чисто для эксперимента до вас сделаем чуть-чуть а там не будем возделывать и посмотрим где вырастет а где нет дерева ну или где быстрее вырастет уж тогда на крайний случай давай уже делать дерево так все мы готовы и мои желуди желуди а да смотрите на возделанную почву моментально сразу деревья растут а вот все мы тут уже по на засеивали так раз так так раз так тут и трасс тут и а там вообще по моему ничего не не попыталась даже вырасти так а тут у нас получается из-за того что уголь мы не можем да так опа опа но почему-то он смотрите здесь то он попытался засеяться да пускай будут деревья все отлично мы еще одну вот так вот скинем просто на землю муж куры съедят и желуде меня суббота питаются ну да ладно так у меня сто с лишним дерево куча семян надо бы быстренько мы сейчас их от них избавиться и пойти в подземелья блин еще факела нужны сколько всего мне надо везде и везде главное надо дерево вот это конечно повороты этот вечно буду дерево это добывать так кожа мясо но оставим наверно мяско то оставим снежный блок зачем а это лед материал терял оставим надеюсь не растает пока мы там гуляем так давайте посмотрим сколько я могу из одного дерева сделать просто уму палочек давайте пить хаточку залепим отлично и факелов вот и норм вроде как готова мы походу такая куда мы налево ходили на дать пойдем ладно пойдем направо да ладно мы там были уже будем там дальше исследовать тяпку вообще уберем активного слота зачем она мне тут нужно а вот это поставим смотри вокруг меня стать и постоянно свечение идет я вот интересно я не святой ли какой-нибудь поэтому а нет я думал опять умру смертью храбрых но походу здесь на этой планете тоже закон сферного тяготения совсем другое совсем другой уровень гравитации что меня так ломает просто ну или тоже редкая болезнь костей что последнее время часто вроде она редкая до заболевание от оказывается что у меня моих персонажей часто я дата я допрыгнул да смотрите так если вот так папа это уже не допрыгнул вот так персонажу а вот так допрыгнул так где мне там на что спустились но и тут естественно тоже сейчас сделаем потому что пригодится ибо надо факел факел папа папа факел но погнали налево на покопаем немножечко я не знаю насколько надо глубоко укапываться чтобы там хоть что-то найти допустим что не сильно надо указывать укапываться покопаем тут тут медяшечка как раз нормально найдем что-нибудь комит на приключение кем-то свою-то мягкую точку так вот усмите к этому маленькая маленький промежуток такой воздушный надо посмотреть что там может быть но то что сундуки кстати вот чисто за какие-то ресурсы открываются это не очень ну как вы знаете вы находите то вот такая радость ура я нашел сундук а а взять вы его не может вот такие вот дела как-то странно копай мой друг копай так это кстати что-то зря разогнался наверно да пошел то зря потому что но кирки то у меня нет нормальный ямин это какая-то бесющее оловянная руда я так понимаю что здесь тоже есть такое понятие как определенная руда на в определенном мире то есть есть альтернатива олову по моему железо альтернатива олову потому что я когда смотрел первый раз игру эту просто решил посмотреть управление там поднастроиться у меня была железная руда и причем с этим достаточно рядом на поверхности а здесь смотрите теперь и железо вообще не вижу и одно олова но я думаю начинается все таки тоже такая альтернатива ну тоже опять же перенятая идея стирали да я думаю это будет одной из самых частых выражений в этой игре о как в тиралий о как в тиралий копай чем дальше кстати про пролазишь вглубь тем что-то сильнее просадки идут fps у поставим тут поставим тут покопаем низ голова мне надо все равно мы там будем улучшаться и кучу всего делать пока по крайней мере хотя бы это такой ресурс который первоначальный возможно нам он пригодится может тут тоже можно будет по мирам путешествовать со временем то есть мы этот мир там обосновались прокопали потом раз там улетели как нибудь куда-нибудь мы все-таки с космоса пришли то есть другой с другой галактики с другой планеты вообще мы прибыли мы мы должны тянуться тогда к звездам а они типа прилетели обосновались туда как это странно будет звучит но по-любому должно куда-то стремиться улететь и прибыть другое место 0-шечку так дальше копаем так что это будет любом случае интересно смотреть надо куда-то докопались что-то докопался на меня скажет это не что чтобы это не было смотрите ничего здесь нет копались копались и докопались по ходу надо копать вниз все-таки тесно 10 или портейшн сейшн будет ну или типа напитки какие-нибудь но вроде напитки какие-то это есть потому что вот этот слот специально видите под бутылочку сделан него можно вставлять разные напитки эликсиры значит какие-то все таки эликсиры здесь есть возможно один из этих эликсиров будет как раз эликсир телепортации мяч отдай так давайте копаться тогда вниз оп оп смотрите какой-то цветочек опять откопали так тут надо наверное перегородочки нам поставить на всякий случай оп оп спустились посмотрим что здесь куча грибов и ничего больше и чем какая-то виду не а что ли там сейчас или шаман сейчас грибов объемся буду рассказывать где лень спрятан вот медь это да медь нам нужно сейчас чисто просто какое-какое время на принцип просто ходить за ресурсом что-то добывать что-то выкапывать что-то посмотрите кстати новый какой-то вид ресурса камень железная руда не смотрите железная руда все-таки железо начать здесь есть а в принципе да и мне же слиток тоже давали железный что это почему я подумал что его вообще здесь нет нам и слиток тогда дали получается просто надо было копаться чуть чуть ниже давайте спускаться потихоньку поставим здесь факел и тут факел поставим и пойдем сюда смотрите еще железная руда так надо мне обязательно палочки поставить закроем все проход чтобы тут не на как вернулся просто какая-то интересно порода пошла знаете земля типа да и опять перемешку с каким-то грунтовыми камнями железная руда это хорошо а потом железный меч себе сделаем железный щит железные все будем айронменами оба оба так чтобы выбраться потом поставим сразу же так одиночка это заберлиан ой не то 0 смотри опять сундук да мы здесь были кстати вот эти цветы я их помню да вам пожалуйста мое мое место с которого я пришел фиолетовый с ли а вот статья умер дается по собрал кстати остатки себя еще с прошлого раза давайте копнемся еще ниже чё нам тут еще делать да как не копаться ниже будем же вы заделываемся шахтерами кому-то явно не нравится что я здесь копаю у вас усопливых забыли спросить так 8 интересно она сюда может ну как бы вниз спуститься по моим или я могу перекрывать таким образом их движения по моим палочкам по моим палочкам что кстати за цветок такой интересный возьмем железо вот железа прямо много смотрите сейчас добываем это очень хорошо давайте поставим здесь естественно палочки прокопаемся так что у нас там ниже там что-то вроде как-то можно управлять камерой так я вроде вниз опустила как обратно топов как обратно до сделать а волова а еще ниже да все возвращает а был в нормальную точку так давайте посмотрим они посмотри точнее еще чтобы я вот здесь где-нибудь чтоб слезть опа так я тут был а я тут только весь стараюсь я думаю что я здесь еще типа не был а тут уже все исследовал да так но покопали тогда сюда хотя мы хотели вниз давайте тогда вниз и будем копаться так так смотрите а тут тоже открытая местность начинается по 16 довольно жирная фу 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 ну дает она конечно огонь давайте откроем скорее а это мы уже открывали сундучок а то я подумал знаете сейчас не вне профукать в этом денег умереть знаете и профукать все так давайте поставим еще по а а палочки то тут на нафиг я поставлю да но только так а си так так вот о гости пришли у меня здесь не нужны у дитика вы знаете куда да 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 в пень в пень в пень так сходим сюда посмотрим здесь железо здесь покопаем немножко и пойдем на что то как то вот снизу вообще вот ну где враги так где опасные враги чуть не слизни здесь ходят где еще какие то места интересные пока ничего не вижу он железо профукал так по моему ничего не вижу потому что у меня темно хоп хоп смотрите а там там вот это вот не просто так до стойки наверно стоят я не могу залезть так надо срочно поставить палочку просто рукотворное что то может здесь кто то найти жилище обосновал сейчас мы найдем что тогда по любому должны найти а смотрите я могу на задник просто лепить офигеть я просто такой колдун мощный что я могу просто на воздухе налепливать вот так вот бойтесь меня я колдун так сюда сюда здесь кто нибудь есть ау 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 шляк конечно ну ладно пролазили мы очень много времени я не знаю куда там надо вообще какие надо дноры дыры лезть чтобы хоть кого-то найти помимо вот этих слизней и вообще хоть что-то найти кроме этих сундуков за 150 я не знаю но я думаю что это надо изучать изучать еще раз изучать а пока мы будем ходить на на поверхности я лучше думаю но по поверхности мне кажется там любопытней там сходить налево еще куда-то считайте появится а кстати я даже не испугал мне же есть shift что куры вы не ожидали да что мне shift а есть я совсем про это забыл что у меня оказывается же есть способности которые могу активировать у меня был был shift есть дэш можно будет взять на 200 очков оба а ва я оскоряюсь коры я бегу давай сути куры не что подрезать куру куры быстрее меня но эти говорю это это просто то это суперку и это не простые куры это точно они что-то знают получили коры Ну, смотрите, у меня потихоньку там растет. Пускай растет. Пшеница, интересно, как выросла хоть чуть-чуть-то. Пшеница-то хоть чуть-чуть-то выросла, но вот чуть-чуть-то выросла. Только вот что-то мне всю землю перепахало. Вроде была прямая земля, а сейчас она вон какая, непонятная. Ну, ладно. Деревья потихоньку подрастают. Давайте посмотрим, что мы там насобирали. Какую-то декорацию непонятную. Есть железная руда, кстати. Давайте с киркой. С киркой надо определиться, это точно. И надо определиться, наверное, там с щитом. Я щит себе хотел. И может даже себе можно наковальню уже железную делать. Давайте, наверное, так, кстати, и сделаем. Сделаем себе слитки железные и железную наковальню. Посмотрим, что она дает. Так, где железо? Вот железо. Так, 4 железа я сделал. И могу, наверное, сейчас сделать железную какую-то наковальню за... Ага, вот, за 3. Давайте эту мы снесем. Она, я думаю, мне совершенно не нужна. А железную поставим. И посмотрим, что она дает. Какой-то лук прибавился, по-моему. Меч какой-то, да? Или что это такое? Это что-то... Какое-то оружие появилось новое. Бронзовые поножны, бронзовые... Ага, бронзовый шлем, бронзовый... Мечи, кирка. 5. Но кирки-то вроде те же самые. Блин, я-то думал, что может быть кирка будет покруче. Ну ладно, пока непонятно. Зачем нам эти наковальни нужны? Так, от этой вообще можно, наверное, избавиться. Она мне не нужна вообще. Очень много оловянной руды. Давайте я хотел щит себе сделать, кстати. О птичках. Хотел сделать себе медный щит. Мне нужна медь. Так, и олова, олова-то тоже ведь надо, наверное, да? А-а-а! Ставь печь. Олова-то по-льбому мне надо. И давайте посмотрим. Не здесь, а вот здесь. Вот этот щит я могу себе сделать. Он по 15 защищает, этот по десятке. А это медная, да по 10. Но у меня типа 20, там вообще крутая у меня броня. Кирка. Может кирка, знаете, может она пс-тоты показывает дурацкие, потому что она, пока, ну, у меня на нее ресурса нет. Хотя бронзовый слиток же у меня есть. Или нету? Мне только медный и оловянный. Так, бронзовый слиток. Урон 6. Все, 6 по 6. Броня. И вот это что такое вообще? Железный слиток. Смотрите. Это получается, мы сейчас, нам открывается железная наковальня, она нам дает, изготавливает что-то из железа. Наверное, это будет какой-нибудь железный топор, это будет железная броня, там все это железные брони, железный лук и тому подобное. Ну, давайте пока, ладно, обойдемся без железа, а сделаем вот это. И постараемся ее улучшить. Где-то тут было улучшение на этот щит. Вот он, совершенно верно. По 20. Отлично. Я не знаю, что конкретно он даст нам. Померанг вообще можно от него избавиться, он фигня. Слитки выложим. Ну, вроде как подтарились, чуть-чуть подзатарились. Давайте посмотрим, как работает щит. Хопа, щитом блокировал. Ага, смотрите, как я могу блокировать. По кругу, вообще, в любом имя, в любую сторону. Открой. Хоп. Ну, и одновременно надетный кое-какую, кое-какой дефанс. В принципе, это неплохо. Так, ну давай, дружище, тогда сделаем так. Выложим слитки. Выложим тяпку. Ага, но я все выложить все равно не смогу, наверное, не смогу. Слиточки-то у меня здесь ли есть. Один слиток такой. Железо положим. И олова. Руническая наковальня. Она зачем мне нужна, если у меня уже есть руническая? Выкинем. И, естественно, вот это. Вроде как все. Пошли в зиму. В зиме не так страшно, как было в песках. В песках что-то там совсем страшно. Наверное, в ночь не была плохая идея идти. Шифтой! Что, коры? Какая живучая. Думали, что сможете меня одолеть? Да, потихоньку меня тут заманиваете. Я так в теме. Что вы... У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Да хватит вокруг меня прыгать. Хоть поскакал. И сюда. Ой, я не хочу, у него есть щит. Я не знаю, что с ним делать. Так, ну все, вроде убили эту слизь. Непонятно пока щит, как работает. Может быть, он, знаете, от стрел там спасает. Еще чуть-чуть. А вот этот явно конченный, да? Ты явно же конченный. Ну, по тебе видно. Да-да-да, он только по 16 дамажит. Прыгай. А мы их по 6. Давай. Смотрите, как много у него хп. Как оказалось. Видите, да? Что я практически вообще не наношу урона. Давайте уходим отсюда. Смысл нам какой тут находиться. Хе-хе. Ни о чем, ребятки. Офигел. Вы посмотрите. Это же блеющий. А, кстати, он не так много дамажит. Он дамажит. По 11. А обычный по 10 наносил урона. А теперь по 16. Вот эти меня больше беспокоят. Слизни. Блин. А, я склеил ласты. Я хочу этого здоровяка убить. И это реально сделать, кстати. Легко можно сделать. Он вообще не сильно дамажит. Он просто большой. Чем больший шкаф, тем громче падает. Хе-хе. Выражение уличное. Это народный фоллик лор. Бежим. Он тут, конечно, слизней слайм. Это вообще какой-то ненормальный. Согласитесь, да? Ну, как так можно быть таким жирным? Жирный. Жирный, жирный красный слайм. О, мои души. Мои души. Прям какой-то Dark Souls, что ли. Я ваш здоровяк. Интересно, если я щитом прикроюсь, когда он будет блювать. Ну-ка проверим. Ну-ка блювай не на меня. Не, ну вроде как ни о чем. О, опять. Вот эти, короче, серые. Это вообще-то ненормальные какие-то создания. Я это понял. Все серые. О, кстати, я могу дэш выучить. Давайте кому лучше язык это поучим. Да, немножечко свои способности. Так, а как там дышать-то? Что надо сделать? Ага, понятно. Типа два раза. Опа! Ну что, совсем оборзели. О, с этих много падает. Но они какие-то тоже ненормальные. Вот эти по-любому еще хуже. Я пытаюсь обнаружить хотя бы хоть какую-то местность. Блин, да что ж вас так много-то, а? Ага, вот тут я тогда не смог перепрыгнуть. Так, давайте. Все, мне хана. Их слишком, их слишком много. Да, блин, они меня просто загрызают. Их слишком много, они постоянно прыгают. И знаете, на таком еще, кстати, неудобном расстоянии они прыгают от меня. Что получается, я их достаю сложно. А они меня нормально продамаживают прыжками. Ну прям я даже не знаю, что ей делать. То есть пробежать, конечно, мы можем. Ну давайте утра дождемся, потому что ночью-то это совсем не очень. Ночью ходить ни черта не видно. Еще и они на меня атакуют. Со всех сторон. Дождемся утром. Что-то будем делать сейчас. Что у меня тут есть? Осколок сапфира. О, материал. Что это такое? Курочка. Отлично. Бананчик есть. Или в пустыню сходить. Нима скорпионов этих просто пропрыгать. Они вроде помедленнее, чем эти слаймы. Слаймы за тобой постоянно наносятся, прыгают. А скорпионы ползают. Они вроде как помедленнее. Давайте пойдемте сходим в пустыню. Ночью. Конечно, идея идеальная. Блин, как я хочу того зомби большого убить, а? А теперь, смотрите, по 9 они меня дамажат всего лишь, да? С щитом-то. Я стал круче. Непонятно пока, зачем вот эти мне штуки нужны. Может, знаете, типа, как бы, как писькомер, знаете, такой вот. Типа, я вот собираю очки, там, получаю очки за квесты. Типа, знаете, достижения, что-то в этом духе. Типа, да, блин, зря я к нему подхожу-то так близко. Типа, сейчас будут? Опа, и здесь тоже, да, я умирал уже. От скорпиона я тогда здесь умею, от гигантского. Блин. Так, сколько у меня, 130? Не подходи к ним близко. 140. Чё-то совсем мало. Чё попрут? Скорпионы эти со всех сторон. О, не-не-не-не-не-не, с тобой связываться я точно не хочу, вы видели, там фиолетовое нечто. Так, давайте по-быстрому съедим хоть что-нибудь, пускай хоть что-нибудь регенерацию восстановит. Немножечко хпшечки, очень была она мне пригодилась. 42, 43, очень медленно. С хилками какие-то траблы, я вот даже не знаю. Обычно, ну, как бы, в таких играх, да, в первую очередь дают тебе хилки делать. Ну, то есть, тебе говорят, нажми вот эту кнопочку и получишь хилочку. Ну, типа, мол, скрафтить, все дела, но что это такое? Надеюсь, что это овощи. Это вроде огурец. Кабачок это. О, это что такое, носочки что ли? Нет, это перец. Странно, это перец, ну, одни овощи в сундуках в этих. И один раз была наковальня, да, у меня получается. Давайте чуть-чуть съедим. Плюс 5 при первом поедании, да, ну, давай, пускай будет. Так просто съесть нельзя, да? Съедим. Может, с ними неплохо восстанавливает? Нет, 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 нет. Вы видели это? Мне аж пупурушные мурашки по голове пошли. От страху. Он еще ядовитый. С одной стороны, это ей неплохо, потому что я его хоть вижу. Ага, но только мне это не сильно спасло, да? Их несколько. Так, ну, в принципе, я их убиваю вроде как. Да прекрати ты. Так, еще одного убил. Они меня вроде траванули, нет? Мясо. Мясо. Блин, не попадая в этого слайма, а он мне попадает. Потому что... Хотя должен был наоборот быть преимущество уже всегда сверху. Ну, в бою вообще преимущество. Те, кто сверху, тот решает. Хопа. Ха-ха-ха. Нюхай пыль, скопио. Так, а то собака мне не нужна. Там двое, я знаю. Нет, 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 нет. Блин, сейчас уже убьют. О, спасибо, спасибо, скорпион. Ой, спасибо, скорпион. А-а-а, черт! Я хоть до одного места доберусь посмотреть, что там. Так. Что мне надо взять с собой? Кость какая-то. Что-то еще. Клок червя. Ха-ха. Остатки зомби. Материал, фрагмент. Прикольно. Остатки зомби-то хорошо. Это что такое? Ма-а-а. Малое зелье лечения. Ребята, я нашел хилочки. Я их нам убивал с кого-то. Вот, наконец-то. Вот, наконец-то. А то что-то я уже под устал от этими непонятными штуками хилиться. Это какой-то отстой вообще полный. Погнали. Я иду обратно туда, к скорпионам. Там вроде ничего так места. Лучше, чем в мороз. Где-то зомби. Где зомби? Сзади что ли? Ну, ладно. Еще зомби. Так, отравил меня вроде, да? Что-то пузырьки какие-то вокруг меня летели. Бежим. 90. Так, это здесь я, да, вроде сундук открывал, да, вроде как. Надо, кстати, здесь сундуки, походу, собирать лучше. Потому что, ну, чтобы они, знаете, не отвлекали меня, что я, типа, здесь был или я здесь не был. Так, 100. 110 у меня душ. Бежим. По неизведанной земле. Опа, скорпион, как я тебя обманул. Опять они. Ну, такие вроде маленькие вот эти типы. Ну, опять мои души. Здесь-то меня и прикончили, да? О, это что такое? Это какой-то 300 уже. Ну, значит, получается, наверное, чем лучше, да, тем, наверное, больше, ну, вероятность того найти какой-то редкий предмет. Но я пока драться с ними не хочу, я хочу, блин, собаки, они все меня пытаются сожрать. Я просто хочу осмотреться, понять хотя бы приблизительно, куда мне идти и что мне делать. О, это что? Это кто? Да идите вы! Вы посмотрите! Нет, нет, нет! Он, смотрят, какой-то ядовитой фигней в меня кидал. Какие крупные опасные твари. Да уйдите вы нафиг, а! Так, еще по 20 кп всего восстанавливает, но зато сразу. Так, одному убили. О, как так-то? У меня же вроде было хп. Это что, он такой сильный, что меня просто ваншотнул? Вот в конце. У меня вроде было, там что-то порядка около 50. Ладно, а потом посмотрим на записи. Ну, в принципе, как вы видите, да, враги здесь что-то, короче, какие-то конченые. Все походу. Я не знаю, как с ними бороться. Дальше там видели, какие-то опасные, здоровые какие-то твари ламии ходят, кидаются копьями. Какие-то собаки бегают огромные из листьев. Но я так понимаю, что, наверное, чем дальше, да, как, в принципе, это сделано было. Раз они так, люди, соответствуют игре Террария, да, то есть они делают похожую на нее игру. Наверняка, чем дальше отходишь, тем страшнее монстра, как это там было тоже, да. Там уходишь подальше, в джунгли уходишь, там опасные монстры. Дальше там идешь куда-нибудь на край, там еще опасные, ну и так далее, и тому подобное. Наверное, здесь приблизительно по такому же самому будет действовать развитие событий. Пока не знаю даже, сложно что-то сказать. Странно все, по крайней мере, пока все очень странно. В подземельях непонятно, чем заниматься, потому что туда вроде ползешь, ползешь, ползешь. Они бесконечные, непонятно где, непонятно что. Монстры, монстрюки, ну, наверное, просто монстрюков мочить. Монстрюков мочить, прокачивать вот эти вот всякие штуки. Какой-нибудь там дабл джамп, трипл факен джамп, что-нибудь такое брать. Прокачивать, идти ниже копаться, брать новую руду и улучшаться, естественно, улучшаться и еще раз улучшаться. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Комментируйте. А с вами был Станислав, спасибо за внимание и всем до новых встреч, пока! Пока!